Здравствуйте дорогие зрители! Я хочу с вами сегодня поделиться радостью. Я буду сегодня собирать первый урожай кабачков. Если вы помните, у предыдущих видео я садила кабачки грибовские, цукини. А теперь уже посмотрите, какая у меня большая плантация. Пришло время собирать урожай. Не так прошло много времени. Этот год оказался удачным для кабачков. Они плодоносят прекрасно. Цветет моя плантация. Вы посмотрите, вся в цвету. Значит урожай будет на славу. Давайте вместе пройдемся и соберем урожай кабачков. Вот посмотрите, какой мы собрали за сегодняшний день урожай кабачков. В основном созрели цукини. Грибовские еще нарастают. Патиссончики еще в цвету. Так что в следующих видео, если вам интересно, пройдемся еще раз по огороду. И будем собирать урожай наш. В этом году они нас радуют. Дожди идут регулярно. Нарастает красиво. Приятно смотреть. В следующем видео я покажу, как я делаю икру кабачковую. Кому интересно, возьмите на заметочку. Сейчас мы пройдемся по огороду и срежем еще раннюю капусту. А вот результаты нашей работы по капусте. Если вы помните, в предыдущем видео мы высаживали капусту. И как я ее обрабатывала от тли. Очень эффективный метод. Один раз обработала и не надо больше. Вот посмотрите, какие красивые головки капусты у меня наросли. Посмотрите, какая красота. Так что мои труды не прошли зря. Как видим, результат налицо. Красивая капусточка. Очень сочная. И работы с ней в этом году было немного. Пойдемте еще раз. Вот еще одна уголовка красивая. Ранняя капусточка. Средняя вот у меня нарастает. Через недельки две уже будет красивая. Можно будет срезать еще головки. А вот у меня какой красивый лук. Давайте вырвем и посмотрим. Вот, посмотрите, какой красавец. На редкость красивый удалса в этом году. Да все прекрасно у меня на огороде в этом году. И морковка, и лук, и редис, и капуста, и кабачки, и картофель. Главное уход. Мы старались, мы садили, убирали его от сорняков. И имеем результат. Так что старайтесь, и у вас все получится. Экспериментируйте. У вас будет все свое. Вот у меня еще на огороде хорошо развивается и растет свекла. Я вычитала такую информацию, что свекла любит расти где-то с краю, где-то сбоку. Чтобы когда проходили люди, все время ее цепляли. Она тогда растет больше, крупнее и красивее. Я сделала эксперимент. Посадила ее вот тут на дорожке. Мы идем, постоянно цепляем ее ногами. Видим результат, что она действительно, эта информация не ложная. Так оно и есть. Посмотрите, какая красивая свеколка у меня. Начало июня. Я думаю, что это хороший результат. А мы ее выкапываем где-то в октябре месяце. Она вырастет большая, сочная и крупная. Так что пробуйте. Я попробовала, не жалею. Хочу вам еще показать, что у меня на огороде родил прекрасно горох. Я уже собирала несколько раз урожай. Но он так быстро нарастает, что мне не успеть. Я посадила всего-навсего 10-12 ямок, а урожая не собрать. Потому что уродил прекрасно. Вот посмотрите, у меня второй урожай редиса. Первый мы уже скушали, использовали. И в начале мая, нет, где-то в середине мая мы уже посадили этот редис. И имеем результат. Сейчас посмотрим. Смотрите, какой большой. Вот, красавец. Как я уже говорила, редис можно высаживать в землю где-то 3 раза. Вот в этот период еще можно посадить, и через месяц будет у вас урожай. Так что не ленитесь, старайтесь. Будете кушать экологически чистое, свое, родное. Оно намного вкуснее. Все. Что хотела вам сегодня рассказать по огороду, я уже рассказала. Если вам интересно, присоединяйтесь, ставьте лайки. Буду ждать. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.